Друзья мои, Миша Саматеев сегодня писал турлом. Так вот, закон простой. Лучше как можно скорее разобрать сколь угодно кустарно, чем отложить долгий ящик и красиво, академично разобрать через неделю. Поэтому Миша слово. Каждую задачу Миша формулирует и рассказывает. Если мне что-то непонятно, я буду прерывать. Ну, короче, скажу сразу, что турнир Ломонасова, ну, это математика, он не... ну, задачи мне не понравились. То есть они были очень странные. А последняя? Ну, последняя, в принципе, нормальная, но это стереометрия. Я, в принципе, геометрию не очень люблю, поэтому... Не, ну, в принципе, ну, последняя нормальная. Вот, соответственно, первая задача. Дана какая-то карта. Ну, в условии было написано, что карта Россия. Ну, это неважно. Вот. В этой карте, то есть, вот какие-то области. 85 регионов, да? И так далее. Да, 85 регионов тут. Ага. И там Калининград где-то есть. Где еще 85 регионов, может быть? Калининград. А Калининград считается, да? То есть, вот это отрок. Ну, наверное, считается, это неважно. Отрок. Ну, раз 85, то, наверное, считается. Вот. Ну, ладно. И, соответственно, у нас есть три цвета. Белый, белый, красный и синий. Ну, да, цвета России. Ну, да. Так. Вот. И нам почему-то нельзя красить соседние страны в белый и красный цвета. Точнее, страны, у которых на границе есть какая-то общая точка, нельзя красить в белый и красный цвет. Точка или кусок границы? Линейный или точечный? Насколько я понял, точечный. Даже точечный. То есть, правильно, точечный. Запрет такой. Ага. Так. Вот. Будет смешно, если я по невнимательности говорю, ну, ладно. Вот. Все точечный, да. Так. Вот. Соответственно, нельзя, чтобы была граница, возможно, точка, белый и красный. Кто-то не любил Спартак очень сильно. Нет. Ну, да. Ну, ладно. Я объясняю себе, что красный и белый можно. Ну, нельзя, но неважно. Белый и красный нельзя. Про красный и белый ничего не говорим. Так. Да. Ну, и, соответственно, доказать, что количество вот таких вот разбиений у нас будет нечетно. Доказать, что количество правильных раскрасок будет нечетно. Вот. Ну, соответственно, как мы это делаем? У нас есть два варианта. Когда есть хотя бы одна страна красного цвета и хотя бы одна страна белого цвета, либо если какого-то цвета из этих нету на карте. А-а-а. Так. Допустим, что цвета нету. Тут снова два варианта. Первый вариант – это что у нас только один цвет. То есть синий, красный или белый. Их три, поэтому это три варианта. Так, а нечетности уже запахнут. Да. Второй вариант, это, естественно, когда у нас два цвета, ну три быть не может, потому что будет и красный, и белый. Значит, два цвета использовано. Один из них синий, другой либо красный, либо белый. И тогда мы можем просто красить в любой страну, в любой цвет, и у нас не будет бело-красной границы. Да. Потому что нет страны. А и каждый раз красный антипод, да, соответствует? Вот, да. Ну, конкретно в этом случае можно просто посчитать, что это 2,80, 85, ну и 2,85. Ну, понятно. Не важно. Да. Ну, да. Вот. И, соответственно, третий случай, это если у нас есть и красный, и белый цвета. Вот. Что мы делаем тогда? Вот, допустим, может быть, красная страна, вот эта белая. Ну, условно, остальная из семи, пусть будут остальные из семи. Угу. Синий оставляешь, красный и белый меняешь местами. Вот, да. Правильно? Ну, и теперь мы просто инвертируем цвета. Тогда не важно, как ты понял задачу, как точку или как линию. И там, и там будет один и тот же ответ. Вот. И, соответственно, что мы делаем? Мы берем и каждую сторону белого цвета заменяем на красную, а каждую сторону красного цвета заменяем на белую. Это будут разные раскраски, потому что у нас, ну, вот эта страна, условно, белая поменяет цвет. Ну, понятно, да. Вот. Дальше для инвертированной раскраски парной ей будет снова наша, потому что мы дважды инвертировали, мы ничего не сделали. Вот. Она все еще будет входить как бы в наше множество, потому что там все еще будет хотя бы один красный, хотя бы один белый. И, короче, оно разобьется на пары. Ну, да. Вот. И раз она разбивается на пары, то это число четное. Ну, возможно, тут даже 0 будет, но 0 тоже четное. Вот. Ну, тогда, значит, у нас тут появляется еще какое-то четное число. Ну, да. Все. Очевидно. И все. Значит, остается три подчетности. И число нечетное. Вот. И мне эта задача не понравилась, потому что, типа, идея очевидная, но записывайте, я это долго записывал, чтобы строго получился. Да, понятно, понятно. Муторная. То есть идея ясна, что нужно выделить нечетную часть, а остальное взаимоднозначно друг другу соответствует. Записывал я это долго. Да, ага. По парам. Хотя вроде довольно странно. Ну, ладно, нет, ну что-то проверяйте. Вот. Это первая задача. Вторая задача была очень странной. Там, короче, были 18 чисел. 18 чисел. Какое условие сформулировать прям? Ну, короче, какие-то числа даны. 18 чисел. Так, так, вот где у нас. Там условия 7, 8, 6, 6, 6. Ну, ладно, 8 и 1 и так далее. Может, опять 7. И? Они какие? Они целые, нецелые, положительные? Ну, неважно. Они просто были даны в условиях. Ну, они все были, как бы... Они все были... Они все были положительные, они все были даны в условиях. Ага, хорошо. Вот. И, короче, какая-то Марина, так зовут персонажа, она хочет каждый день, это каждый день, каждая ячейка это день, она хочет каждый день съедать один банан. И она должна покупать бананы. Вот эти числа в ячейках, это цена бананов в этот день. Круто. Вот. Вот это да. Да. И, соответственно, она может есть банан максимум через 4 дня после того, как купит, иначе он... Сгниет, например. Ну, будет желтый, как в условии, или там сгниет, испортится, да. Вот. То есть, если, например, она купила банан вот здесь, она может его съесть вот в этот день, вот в этот день, вот в этот день, вот в этот день, и вот в этот день. А вот уже не может. Ясно. Ну, окей. И надо, как бы, понять, какую на меньшую сумму она может потратить. Ну, и, типа... Это задача по информатике, а не по математике. Ну, короче, задача ни о чем, да. Так, сейчас, секунду, ставьте паузу. Ставьте паузу здесь и думайте. Ну, а что там разбирать? Все, разбирай. Нет, я имею в виду, да, ну, просто нечего разбирать, и вносить чисел, и все. Ну, то есть, надо только понимать, что, условно, можем купить 3 банана за раз, и все это съесть. Мы можем тут купить банан в срок, то есть, если, например, тут 7 было, то тут 7, 7, 7, тут, допустим, цена банана 8, а дальше остальные девятки. То мы можем его купить в срок, как бы, тут не есть, тут не есть, а тут внезапно съесть, и вместо 9... Нет, 9 поставить 8. Ну, короче, это задача ни о чем. Просто написать. Ну, ладно, решайте тогда сами, да, она не сложная. Тем более, я даже условия не дам, потому что там 18 чисел надо выписать. Ну, это хакерская задача. Так, вообще не понравилось. Ладно, давай третью. Дальше третья задача. Надо найти такие числа А, Б, Ц, Д, причем они попарно-различные. 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 Различные. Ага. И целые. Целые. Положительные, да? Нет, именно целые. Целые. Короче так. Вот, что А в степени Б равно Ц в степени Д. И Б в степени А равно Д в степени Ц. Вот. Ну, сначала я хотел что-то с единицей сделать, но у меня не получилось. А, с нулем еще, да, можно показаться? Ну, с нулем, но там будет 0 в степени какой-то. И это должно быть чему-то равно, и ничего не получается. Вот. Ну, соответственно... Положительные, но ведь положительные, то в степени 0 всегда будет. Да. Вот, это проблема. Ну, короче, потом есть такая пара 2 в степени 4, а 0 в степени 2. Ну, это понятно. Ну, да, я понимаю, должна быть какая-то крутилка вокруг степеней двойки, на самом деле. И еще, типа, тут написано, что они целые. Ну, раз они целые, а не натуральные, то надо использовать то, что они целые, взять отрицательные. А-а-а! Ну, и мы просто замечаем, что если мы возьмем минус 2 в степени 4, равно минус 4 в степени 2, то как бы это то же самое, что тут написано. Если мы их развернем, у нас получится 4 в степени минус 2, равно 2 в степени минус 4. Ну, так бы да. О-о-о! И все. Прикольно! Так, 4 в степени минус 2 равно 2 в степени минус 4. Это 1,9 на 16 и это 1,9 на 16. Это 16 на 16. Так, минус 2 в четвертую равно. Ой, какая прелесть. Поэтому у нас просто минус 2,4 и минус 4. Прекрасно. Ну, то есть она простая задача, но в принципе она... Ну, это прикольно, вот я так и люблю. Давай, вот прикольно. Это я так и люблю. Так, ну и, собственно, вишенка на торте сейчас будет. Вот. Задача номер 4. Если можно заводить омой вишенкой на торте... Стереому. Тогда да. Стереому. Тем более стерео. Я буду не стрелять. Есть, да, еще место, да, галочка? Есть. Ага. Оператора зовут Галина Алексеевна Савватеева. Я сомневаюсь, что он точно будет откроет. Но... Вырежьте эту часть, пожалуйста. Она художник. Я музыкант. Давай. Вот, короче. Задача стереометная, да? Дана сфера. Угу. Вот. Футбольный мяч. Ну, не футбольный. Футбольный мяч, это не скоро. Вот, дана сфера. И там два пункта, ну, в первом пункте в него вписан куб. Угу. Сфера. Ну, не вписан, точнее, а он где-то внутри сферы находится. Он находится внутри сферы. Да. Что мы должны сделать? Мы проводим через все ребра прямые. Они где-то пересекают нашу сферу. Соответственно, у нас, ну, очень понятный чертеж получился. Ну, представьте себе, это можно представить, да? Короче, мы провели через все ребра этого куба прямые, они где-то пересекли сферу. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двенадцать прямых, два, четыре отрезка. Угу. Вопрос, можно ли разделить их так, чтобы... Можно ли раскрасить их два цвета так, чтобы сумма условных красных отрезков равнялась сумме синих отрезков? Ну, или белых отрезков. Вот. Это опять про ЦСКА. Кто посочинял, видел ЦСКА. Явно. Потому что условия красные и синие. Нас сейчас все подписчики не будут. Да, хотя нет, нас никто и не смотрит в ЦСКА. Так, ладно. Закончили. Ладно, простите, если кто-нибудь ЦСКА, простите за Стёб. Да, все равно Миша красно-зеленая, Миша тоже не хочет делать. Миша будет красно-белая. Папа, минус 100 подписчиков. Окей. Значит, как мы это сделаем? Давайте посмотрим то же самое, но давайте решим как бы вспомогательную задачу для квадрата. О, в этом месте можете поставить стоп и с помощью этого намека решить сами. Короче, вообще там было написано в условии, что для любого анугольника вписанного можно их разделить. Ну, то есть в условии было написано, что типа, есть такая известная задача, что любой анугольник вписан в окружность, если мы так проведем, то можно разделить на две. Ну, два множества, которые в сумме одинаковые. Вот, но для того, чтобы решить, мне все равно пришлось решить для квадрата. Соответственно, что я сделал? Я посмотрел, вот это у нас получается две хорды. Да. Если мы проведем вот эти отрезки, то они же симметричны относительно центра, поэтому, когда мы опустим вот такие перпендикуляры из меньшей хорды на большую, у нас вот эти отрезки станут равны между собой. Вот, потому что просто у нас центрально симметрично все. Ну, эти хорды параллельны. Какие именно отрезки? Маленькие, да? Ну, как бы у нас есть вот одна хорда. Ну, да. И вот вторая, они между собой параллельны. Да. Вот, мы берем меньшую из них и проецируем как бы на большую. А, ну да. И вот эти отрезки из симметрии, они будут равны между собой. Да, хотя квадрат может при этом сдвинуться куда-то. Но мы на квадрат не смотрим, у нас просто две параллельные хорды. Ну, да, да, да. Вот. И также у нас, соответственно, есть вот эти хорды. Да. И вот эти хорды. Ну, раз вот эти отрезки равны, то мы можем в одно взять вот такое, а во второе вот такое. А, и вот тебе, пожалуйста. И это разобьется. Это разобьется в тысячу пилей, да? То есть, что мы сделали? У нас вот это равно вот этому. Да. Вот это равно вот этому. И вот эти отрезки равны между собой. Тогда мы возьмем вот такие, у нас будет первое плюс второе плюс третье. И возьмем вот такие хорды. И у нас будет снова первое плюс второе плюс третье. И, соответственно, тогда, если мы покрасим, то их сумма, то их будет одинаковая сумма. Вот. Это, соответственно, мы для ребер сделали. Но теперь заметим, что все наши кубы мы можем просто разбить на 6 пар вот таких ребер, и, естественно, получится, что мы их вот так раскрасим. В течении находится окружность. В течении всегда окружность, поэтому ты разбиваешь 4. Сделаем сечение через грань вот этой сферы. Да, там будет, соответственно, окружность и квадрат. Для нее сделаем для вот этих ребер. Ну и у нас будет 6. Да, понятно, все очень просто. Поэтому эти сферы бывают. Да, но вот это я долго придумал, кстати. Слушай, а с титрайдером там еще, да, пункт был? Вот, второй пункт с титрайдером, но он проще. Потому что там конкрет-время. А, я только хотел сказать, что я думаю, что с титрайдером ничего не выйдет, да? То есть вопрос тот же самый, да, абсолютно? Вопрос тот же самый. Второй пункт был с титрайдером. Что мы делаем? Так, вписываем титрайдер. Мы вписываем сюда же титрайдер. Правильный титрайдер. Правильный титрайдер. Ага. И то же самое делаем. Продолжаем все стороны. Фигачим, фигачим. Фигачим на дачу, фигачим на дачу. Ну, короче, мы продолжаем все стороны. И снова хотим разделить эти отрезки в две группы, чтобы суммы были равны. Значит, такой конкрет-пример мы сделать можем. Просто возьмем... А, да. О, да. Красно-зеленый. И вот этот титрайдер, его одной гранью, как бы вместим на поверхность сферы. Да. Вот. И вот здесь у нас будет торчать внутрь сферы. И дальше заметим, что у нас будут вот такие три отрезка длинные. А остальных просто не будет. А остальные нули. Остальные нули. Вот. И вот эти отрезки будут равны между собой. А, ну и хрен-то... Да, понятно. Ну, соответственно, чтобы сделать внутри, нужно его чуть-чуть подвинить к центру. Там я немножко вымахал руками, у меня было лень строготь. Вообще нельзя. Но я его чуть-чуть подвинул к центру. Тут вот, короче, эти почти нулевые. Ну, понятно, да. Да, а эти по-прежнему... И вот эти три равны, там вы не как раз красили. Тут пересидят все равно по непрерывности, да. Какие-то из них... Отлично! Вам относим один цвет и останется вот этот. Отличное задание. Вот. Мишенька, молодщина! Молодец, спасибо тебе огромное. Галя, спасибо за съемку. Да, пожалуйста.